В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. С учетом последних событий количество вакцинированных у нас увеличилось в разы. В микрорайоне Зеленой Аллеи произошло очередное жестокое нападение Добермана. Я в настоящий момент полностью на стороне жителей, поддерживаю все их решения. Православный зочи Михаил Федотов стал участником губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». 90 лет я занимаюсь этим, именно этим, а 9 лет я, значит, лежу в храм и молюсь. Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже четвертый год. В ходе ее выполнения в Ленинском городском округе появятся четыре городка для малышей, при этом три из них в поселениях, относящихся к территориальному отделу «Картинский». Одна из площадок возведена в развилке, прямо на набережной Ощеринского пруда. Проект должен был быть реализован еще год назад, но из-за пандемии работы было решено отложить. И вот теперь здесь, еще в двух местах территориального отдела «Картинский» родители и дети имеют новое, прекрасно обустроенное место для отдыха и игр. На сегодняшний день работы выполнены. Это деревня Мильково, деревня Слобода и поселок Развилка, дом 48. Жители очень ждали, получились очень красивые, большие площадки для детей разного возраста. Все элементы площадок выполнены из современных материалов, имеющих необходимые сертификаты, соответствуют всем требованиям ГОСТа и абсолютно безопасны для детей. После установки прилегающая территория благоустраивается коммунальными службами, освещается, затем площадка переходит на баланс муниципалитета. Здесь вообще пустырь был, и вот с детьми приходили сюда отдыхать, и просто прогуляешься, а здесь они играют, можно там, родители посидят вот около пруда, а здесь, и вообще в домах здесь нет площадки. Производство всех элементов детских площадок, начиная от болтов и заклепок, заканчивая прорезиненным противоударным покрытием, располагается в Подмосковье. На установку каждой площадки уходит не более трех недель. На территории отдела «Картинский» также активно реализуется муниципальная программа благоустройства придомовых площадей. В совхозе имени Ленина, конечно, идет реконструкция спортивной площадки и детской площадки. И в поселке Развилка еще предусмотрено у нас комплексное благоустройство 25, 26, 27, 28 дома. Будет выполнено благоустройство еще 41, 42 дом в поселке Развилка, 43, 45. Перед тем, как начнутся работы, их регламент и детали обсуждаются с местными жителями. Все мероприятия по благоустройству планируется завершить до конца летнего сезона. В Ленинском городском округе продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. По словам медиков, на сегодняшний день это самый действенный способ защитить себя и других от заболевания. Наша съемочная группа побывала в Молковской врачебной амбулатории, где пункт вакцинации начал свою работу еще в январе. Прививку от COVID-19 в Молковской амбулатории сделали уже более 7 тысяч человек. Как рассказала заведующая медучреждением Татьяна Бурцева, сейчас наблюдается увеличение числа желающих пройти вакцинацию. С учетом последних событий, количество вакцинированных у нас увеличилось в разы. Запись у нас полная. Работают два кабинета первого и второго этапа вакцинации. Работаем с 8 утра до 8 вечера. Врачи также отмечают, что помолодел возраст, желающих привиться от опасного вируса. Раньше больше были люди в более большом возрасте, после 60 лет. То сейчас активно трудовое, трудоспособное население в возрасте от 25 до 45 лет. Потому что требования работодателей и осознавание того, что все-таки, наверное, это нужно делать. Ольге 64 года проживает в микрорайоне Новомолокова. Женщина приняла данное решение, чтобы обезопасить себя и своих близких. Решила вот сделать прививку. Ну, потому что сейчас, видите, какая ситуация. То одно, то другое. Поэтому у нас в доме внучок маленький, семья большая. Решили себя обезопасить как-то. Светлана пришла вакцинироваться пока первым компонентом. Все оттягивала, как-то сомневалась. В интернете много информации. Не нужно. Но да, ну вот все равно решили сделать. Многие проходят уже второй этап иммунизации. Перед прививкой терапевт проводят обязательный осмотр с термометрией, осмотром зева, измерением частоты пульса и артериального давления. Врач должен исключить наличие противопоказаний и предупредить о возможных поствакцинальных реакциях. После первого и второго этапа может быть повышение температуры, может быть слабость, может быть местной реакции. Люди обращаются, наблюдаем за ними. Если все это в течение двух-пяти дней проходит положительно, как бы нормально все, то мы выписываем. Иногда люди заболевают. Но это не говорит о том, что заражаются они от вакцинации. От вакцинации заразиться нельзя. Значит, человек привился. Либо заболевание протекало в скрытом периоде, либо это инкубационный период, который невозможно отследить. В Молокове вакцинируются не только местные жители. Сюда приезжают из Москвы и других регионов. Записаться на прививку можно через портал госуслуги. Стоит отметить, что от Молоковской амбулатории функционирует еще один пункт, расположенный в магазине метро. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В Ленинском городском округе сотрудниками полиции был задержан подозреваемый в разбойном нападении. У МВД сообщает, что правонарушитель – уроженец республики Башкортостан, временно проживающий в Домодедово. Задержанный уже был неоднократно судим. Последний раз правонарушитель получил наказание за хищение чужого имущества. Очередное преступление он совершил на школьной улице. Кусачками нанес увечья, проходящие мимо женщине. У мужчины похитил дорогостоящий телефон. По данному факту, следователям у МВД возбуждено уголовное дело по 162 статье Уголовного кодекса. Позже стало известно, что задержанный также виновен в краже аккумулятора и автомагнитола из автомобиля. Видновский городской суд избрал для нападавшего меру пресечения в виде заключения под стражу. В микрорайоне Зеленой аллеи произошло очередное нападение Добермана на другую собаку. Вот уже три года крупный пес держит район в страхе. Жители устали от бездействия хозяйки. После последнего случая, который произошел полгода назад, люди намерены идти до конца. О том, что произошло и какие действия предприняли соседи, расскажет Юлия Пагасьян. На прошлой неделе эти страшные кадры облетели все страницы социальных сетей Ленинского округа. Масса комментариев и возмущений. Больше всего людей шокировало бездействие хозяйки Добермана. Собаку спасли неравнодушные соседи, которые буквально били за пострадавшее животное. Водой, водой. Давайте в морду ему. Да, да. Молодец. Ай, супер. Почему он опять бездноморник? То самое место, где 14 июля произошла трагедия. Пятачок перед 11 подъездом местные жители стараются обходить стороной. Ведь это уже не первый случай, когда Доберман нападает на собаку. Полгода назад он загрыз шпица насмерть. Это уже длится три года. У ней был сначала другой. Другая собака тоже Доберман. Но она как бы более такая адекватная была. А эта более такая агрессивная. Она ее привезла откуда-то. Она агрессивная. Пока она ее приучала, здесь она 6 месяцев была, нормально. Потом он просто стал всех грызть, всех рвать. Мы неоднократно от него убегали. Выходим все с баллончиками. Кто? Мужчины показывали, с шокерами ходят. И вот все. И тут, конечно, и были поручители. Все, что она не будет ходить. Она дала клятву после этого шпица, что все нормально будет. Пару месяцев хозяйка Добермана Елена водила своего питомца на поводке и в наморнике. Но клятва была нарушена, а ситуация повторилась. Пострадавшая собака получила серьезные травмы. До сих пор неизвестно, выживет ли. Хозяин животного выходить на связь не хочет. Это житель нашего жига, мы это точно знаем. И я думаю, что этот житель, конечно, испытывает чувство вины за то, что он оставил свою собаку, привязанную около магазина. Это безусловно. Безусловно, никто не отменяет нарушение его тоже. Ребенок тоже может вырваться и побежать. Собака может также среагировать и на ребенка. Поэтому здесь о чем говорить? Есть нарушение правовое. Это не просто жители хотят конкретного жильца, не нравится он им. Это действительно ряд на протяжении нескольких лет нарушений. Жители намерены идти до конца. Раз и навсегда решить проблему. Исключительно в правовом поле. Поэтому и обратились за помощью к депутату по этому округу. Я в настоящий момент полностью на стороне жителей. Поддерживаю все их решения. И нами от депутатского корпуса также было направлено в тот же день заявление в прокуратуру. В настоящий момент у меня есть точная информация с участковым. Мы встречались с Есминсельхозом. Елене назначен штраф. Также собака сейчас определена в приют. Здесь уже в субботу. Сейчас на объекте у нас ЖК ее уже нет. И дальше уже, соответственно, какие меры будут применяться, покажет уже следственные действия. Люди сходятся во мнении. Виновата во всем случившемся хозяйка добермана. Животное ведет так себя исключительно из-за беспечности Елены. Отсутствие воспитания и правил содержания. Жители считают, что пса надо отдать в добрые руки, а женщине запретить иметь питомцев. А насколько наше законодательство продвинулось в этом поле, покажет время и судебные тяжбы всех сторон. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. ВиднетВ. Мы продолжаем рассказывать о соискатерях на получение губернаторской премии «Мы рядом ради перемен». Сегодня речь пойдет о православном зодчем Михаиле Федотове. Вот уже более 15 лет искусный резчик по дереву восстанавливает храмы. Подробнее в нашем сюжете. 15 православных храмов Московской, Рязанской и Тульской областей, Республик Карелия и Калмыкия украшены работами Михаила Федотова. Талантливый мастер говорит, что он не просто работает с деревом. Он живет. Каждым мгновением создания различных предметов церковного убранства. Когда устанавливали, кто-то кому-то понравился, они там в соседнем, ну образно говоря, в своих поселках уже говорили. Вот есть такой, такой, такой. Я потому что телефон давал, я был рад тому, что я нужен. И меня сами и звонили, и приезжали, и я ездил туда размеры и устанавливал. На создание таких шедевров православного зодчества уходит от трех до четырех месяцев. Из простой заготовки получаются уникальные вещи. Золотые руки Федотова и безмерная любовь к людям творят чудеса. Всегда он делает поделки какие-то, и даже когда был молодой, мебель делал в дом, когда вот не было ничего, он кухню сделал такую нам красивую. Поэтому он всегда что-то творит. Решение на более профессиональном уровне освоить резьбу по дереву и заняться восстановлением храмов Михаил Николаевич принял уже в довольно зрелом возрасте. В 55 лет Федотов пошел учиться. Два года ездил на занятия и выполнял домашние задания. Сейчас ставит перед собой цель создать убранство для 33 храмов. Дожить бы до седых волос еще подольше. Я-то себе запланировал на 99 лет. Вот 90 лет я занимаюсь этим, именно этим, да? А 9 лет я, значит, езжу в храм и молюсь. Супруге Федотову вместе уже 50 лет. Своё участие в губернаторском конкурсе предпочитают не афишировать. Просто занимаются своим любимым делом. В каждой жизни бывают всякие моменты. Но главное, что терпение и любовь. И все прощение. Вот что нужно. Михаил Николаевич и Валентина Федоровна – желанные гости во многих православных приходах. Настоятели знают, что если они приедут, храм точно будет восстановлен и станет жемчужиной в своем крае. И пока работы только прибавляется. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.